Теперь я хотел бы переключиться на тему уже подробнее работы системы здравоохранения. Я попрошу подключиться Веру Славну Головину, нашего главного врача Центральной районной больницы. И мы с ней уже в рабочем режиме сейчас в прямом эфире поговорим на те темы, которые волнуют в первую очередь горожан. От вас поступило много вопросов в директ, много вопросов поступило от вас конкретно в комментариях к постам. И я хочу сейчас как раз проговорить с Версиславной все, что происходит сегодня и что будет происходить дальше в системе здравоохранения. Добрый день, уважаемые жители. Разрешите по порядку. Для обеспечения готовности Альметьевского муниципального района приказом Министерства здравоохранения Республики Тарстан определено в республике 4 округа. Наш округ – это юго-восточный округ, в который входят Альметьевский район, Сармановский район, Лениногорский район, Бугульминский, Бавлинский, Ознакаевский и Черемшанский район. То есть жители этих районов, взрослое население, для обеспечения и оказания медицинской помощи, специализированной при заболевании COVID-инфекцией, произведен расчет необходимого количества коек для развертывания госпиталя. То есть всего 221 коека. Из них первый госпиталь на базе онкологического диспансера – это 60 коек. Госпиталь полностью подготовлен, госпиталь оснащен необходимым оборудованием, госпиталь уже развернут, и там на сегодня на госпитализации находятся 3 человека. Второй госпиталь предусмотрен на базе круглосуточного стационара Центральной районной больницы на 161 койку. В настоящее время этот госпиталь не развернут. И стационар Центральной районной больницы работает для приема населения и оказания экстренной и неотложной помощи по профилям. Терапия, хирургия, первичный сосудный центр пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, офтальмология и урология. То есть те виды помощи, которые вы знаете и которые вы получаете. На базе Центральной районной больницы в инфекционном стационаре сейчас развернут и работает провизорный госпиталь. Что это такое? Это круглосуточный стационар, куда доставляются пациенты с жалобами по признакам остро-респираторной вирусной инфекции с температурой выше 38,5 градусов и пациенты с жалобой и с подозрением на внепонечную пневмонию. Доставляют туда пациентов бригады скорой медицинской помощи. Доставляют сюда пациенты и жители тех районов, которые я перечислила. При госпитализации проводится предварительное обследование с обязательным включением взятия биологического материала для определения COVID-инфекции. Этот материал доставляется в город Казань в специализированную лабораторию для исследований. При получении результата исследования, при положительном или сомнительном, как говорят лаборанты, первом исследовании, мы обязаны и выполняем перевод пациента в развернутый госпитал. При получении отрицательного результата, то есть исключающей идеологию COVID-инфекции, больной с пневмонией продолжает лечение в инфекционном стационаре. Вот такой порядок оказания медицинской помощи лицам с подозрением на COVID-инфекцию. Хорошо. Верслана, я вижу вопросы от людей поступают. Давайте чуть-чуть отойдем от формата доклада и, может быть, коротко так своими словами поговорим. Люди спрашивают, у нас сейчас трое уже находятся в госпитале. Каково их состояние? Что с ними сейчас происходит? И самое главное, люди спрашивают, как защищен медицинский персонал сегодня? Насколько они готовы и обеспечены всем необходимым для того, чтобы работать? Из трех пациентов, которые госпитализированы у нас сейчас в госпитале, два в удовлетворительном состоянии. У них нет признаков дыхательной недостаточности. И вне больничной пневмонии есть и коррегируется, то есть стабилизировано и идет на поправку теми средствами лечения, которые они получают. Один пациент – это пожилой пациент. А средняя степень и тяжесть, тяжесть его состояния обусловлена сопутствующими заболеваниями, которые он имел до момента поступления в стационар, то есть до инфицирования ковид-инфекции. Никто из троих не нуждается в кислородной поддержке, не нуждается в ВВЛ-терапии, они получают консервативное лечение, находясь в госпитале. Но, соответственно, при возникновении необходимости все средства ИВЛ-аппарата есть, и помощь будет оказаться как требуется. Что касается средств защиты персонала, то, безусловно, работа в госпитале организована в строгом соответствии. Чистая зона, грязная зона. То есть то, что вы смотрите по телевизору, когда нам показывают московские клиники, клиника коммунарка, многие следят за новостями, наш персонал одевается точно так же. Мы контролируем, чтобы средства защиты были одеты правильно, чтобы не было никаких пространств для возможного инфицирования персонала. И, заходя в зону пребывания пациентов, персонал работает полностью в защитных костюмах. Хорошо. Я напомню, что компания «Татнефть» уже передала 500 костюмов защитных в наш госпиталь, и сегодня врачи работают в этих костюмах, а также из материалов «Татнефти» нами сейчас силами волонтеров развернута работа по пошиву дополнительных костюмов, и мы ими будем обеспечивать наших докторов в дальнейшем. В том числе, помимо тех костюмов, которые поступают от наших спонсоров и от тех, кто помогает здравоохранению. Вера Славовна, дети, что с детьми, есть ли среди детей хоть кто-то с подозрением, и что с ними будет происходить в случае, если такие будут выявляться? На сегодня в провизорный госпиталь ни один ребенок не доставлен, но мы понимаем, как нам себя вести и что делать, если у ребенка будет подозрение. Точно так же все-таки по нормативу сошлюсь на приказы здравоохранения в Казахстан, согласно которому госпиталь для детей предусмотрен на базе детского стационара Рейногорской центральной районной больницы, который точно так же оснащен всем необходимым оборудованием и оснащен, самое главное, там работает персонал, который готов работать с детьми с пневмониями, детские инфекционисты, врачи-педиатры, врачи-детские реаниматологи. На сегодня таких детей нет, и госпиталь не развернут, но он полностью освобожден и готов к приему маленьких пациентов. Хорошо. Вера Славовна, вопрос возникает, вот некоторые жители эмоционально пишут, вот я здесь вот ваше мнение хочу спросить уже не только как главврача, а просто как врача. Некоторые пишут, говорят, если всего трое, я напомню, не трое, а четверо, говорят, а зачем такие меры? При этом я хочу сказать, что сегодня официально в Российской Федерации за сутки людей с подозрительными анализами 1175. Это за сутки только плюс к тем людям, которые были вчера. Вера Славовна, можно назвать ситуацию настолько, скажем так, безоблачной, при том, что у нас не так много пока предварительно сомнительных случаев? Тьмон Дмитриевич, уважаемые жители, безусловно, никак нельзя рассматривать ситуацию, которая сейчас есть безоблачной, и объясню почему. Потому что мы сейчас диагностируем тех граждан, которые уже являются пациентами, и которые уже доставлены в медицинские учреждения, и мы у них берем анализ. Но мы не исключаем, что среди жителей есть уже носители коронавирусной инфекции, которые, общаясь со своими пожилыми родителями, могут передать им вирус. И таким образом, а мы знаем, что у пожилых людей эта инфекция развивается более сложно в части молниеносности и сопутствующих появлений других осложнений и тяжелого течения заболевания. Поэтому меры изоляции, они для того и нужны, чтобы минимизировать, и это действительно так, возможный контакт одного человека с другим, для того, чтобы эти три не превратились завтра в 30, потом в 300, потом в 3000. К сожалению, опасно наше сейчас мнимое спокойствие тем, что это у нас молодые люди, и те люди, которые были уже ограничены от контакта. Если мы не сможем обеспечить изоляцию больше общего количества наших жителей, есть риск того, что инфицирование пойдет и на пожилое население, и тогда количество заболевших будет возрастать. Вот это опасно. Мерислава, спрашивают, что такое подозрительный анализ, предварительно подозрительный? Не всем понятен наш язык, которым мы с вами круглосуточно общаемся. Поясню. Когда мы стали с вами смотреть только новости про новую инфекцию, все услышали лабораторию Новосибирск-Вектор. Это нам всем понятно. И тогда все говорили, что у нас в Российской Федерации есть лаборатория, которая определяет вирус уже на тот момент. Для того, чтобы расширить количество проводимых исследований, были открыты дополнительные лаборатории. В Российской Федерации появились новые тест-системы, с которыми стали работать другие лаборатории, а не только лаборатории Вектор в Новосибирске. Таким образом, мы сейчас имеем три этапа диагностики. Это лаборатория, которая есть в Республике Набережья Челны и Нижнекамск. Первый этап. Если там появляется сомнительный... То есть делается анализ, и он не отрицательный. Он считается сомнительным. Это требует повторного исследования. При получении повторного неотрицательного результата материал этого человека транспортируется на следующий уровень лаборатории. И таким образом у нас происходит фактически двухэтапная, в каких-то случаях трёхэтапная диагностика. Да, существуют какие-то неточности при первичной лабораторной диагностике, поэтому и осуществляется повтор и новое исследование. Ну, понятно. Версулана, почему все в вектор не отправляем? Ну, как бы я-то ответ знаю на этот вопрос. От вас хочу услышать. Объём исследований и быстрота исследований. Да. Если отправляем в вектор, через сколько у нас результат приходит? Это четвёртые, пятые сутки. Вектор, четвёртые, пятые сутки. У нас же не было практики, чтобы приходило через четвёртые, пятые сутки ещё. По факту мы же почти неделю ждём из вектора результатов. Да. А оперативно мы получаем через сутки, через полтора. Поэтому, уважаемые жители, вот в этом-то и суть. То есть сначала мы отсеиваем по фильтру те, кто точно результат отрицательный. А те, у кого сомнительны, мы начинаем с ними работать, как с теми людьми, у которых уже есть ковид. И, как говорят специалисты, это примерно 70% вероятности. Далее эти анализы перепроверяются. И в том числе и в лаборатории Вектор, которая ждёт 100% результат. 99,9. Вот в этом сложно... Но это сложность диагностирования инфекции. Почему она ещё и опасна? И, на самом деле, очень чреваты последствия от неё. Потому что диагностировать её сходу тоже нельзя. И нет каких-то экспрессов, когда пальцу приложил, и сразу понимаешь, болеет человек или нет. Хорошо, Вера Славовна. У меня здесь, Тимур Дмитриевич, я хотела бы обратиться к жителям для понимания. Потому что все мы общаемся в соцсетях и видим ролик, чтобы правильно относились к нашим действиям, даже при сомнительном результате. Лучше мы проведём все карантинные мероприятия, все эпидемиологические мероприятия по защите и отработаем с этим пациентом сомнительным, положительным. Чем мы будем ждать подтверждения ещё несколько дней. И не будем обезопасивать, не будем лечить этого пациента. Поэтому важно понимание, почему пациент переводится в госпиталь на полную изоляцию и на проведение специализированного лечения. Принимается, Вера Славовна, ответ. Ещё раз я хочу объяснить простым языком. Сходу стопроцентный результат получить нам трудно. Поэтому мы направляем лаборатории, которая развернута сегодня в Республике Татарстан. Сегодня компания Татнефть активно ведёт работу. Делает практически невозможное для того, чтобы развернуть лаборатории на территории Альметьевска. Но пока они не развернуты. Работа ведётся компанией. Проработка данного вопроса вместе с сотрудниками ЦРБ. Но у нас пока лаборатории своей нет. Поэтому мы направляем анализы максимально быстро туда, где нам дадут ответ. Если приходит сомнительный анализ, мы его считаем положительным, если человеком начинаем уже работать, как с человеком, который инфицирован. Но, поймите, лечение это происходит практически то же самое. Просто человека, по сути, изолирует и отделяет в отдельный госпиталь. Далее мы удостоверяемся в результате. И вы знаете, что по двум жителям Альметьевска мы на днях получили отрицательный результат. Это очень хороший случай. Однако статистика общая говорит о том, что всё-таки в большинстве случаев в дальнейшем анализ подтверждается. Версия Славна, я хочу вас спросить ещё про обеспечение медицинской помощи всем остальным больным. Что сейчас с этим происходит? Люди, многие пишут, то есть кому-то нужен плановый осмотр, например, беременным. Кому-то зубная боль, кто-то с другими заболеваниями. Ещё один, многие сталкиваются с проблемой того, что, во-первых, частные медицинские центры у нас не работают. Им разрешено оказывать только экстренную и неотложную помощь. В итоге многие не работают. А государственные клиники вроде якобы не всех принимают. Пожалуйста, ну просто расскажите, что это такое, Верси Славна. Уважаемые жители, так же, как на вас действует, распространяется самоизоляция, для медицинских организаций приказами, изданы приказы на запрет, то есть закрытие медицинских организаций, поликлинических, на приём плановых пациентов, амбулаторных. Для того и сохраняется работа по неотложной и экстренной помощи. Что это значит? Если вы раньше вызывали врача на дом, эта услуга полностью сохранена. То есть по телефону регистратуры тех поликлиник, к каким вы относитесь, вы набираете номер своей регистратуры, администратор находится на рабочем месте, он принимает звонок и медицинский работник выезжает к вам на дом от матри. Это касается и детского населения, и взрослого населения. Что мы изменили в поликлиниках? Например, в поликлинике центральной нормальной больницы. Если вам, а это в большей части касается пожилого населения, которые приходили к нам, в поликлинику, к врачам, терапевтам и кусковым специалистам, есть вопрос, как принимать лекарства. Мне лекарства не помогают. У меня изменилось самочувствие. То вы набираете номер телефона регистратуры, но цель вашего звонка не вызов на дом, потому что вам нужен ответ на вопрос, а дистанционное консультирование врача. То есть те врачи, которые раньше вас принимали в поликлинике, они сегодня в каждый кабинет проведена телефонная линия, и они готовы с вами разговаривать, отвечая на ваши вопросы. Поэтому мы говорим, что звоним в поликлинику, но с целью устного разговора с врачом. ваш вызов записывается и передается врачу. И врач выходит с вами на связь и отвечает на все ваши вопросы. Таким же образом, дистанционно, по телефону, принимается заявка на выписку рецептов, и таким же образом определяется необходимость выдачи риска нетрудоспособности с выходом бригады на дом, с осмотром и оформлением электронного риска нетрудоспособности. Что касается детского населения, детская поликлиника работает, кабинеты дежурного врача для неотложной помощи в поликлинике работают, а регистратура ваши заявочки принимает и на дом бригады выходят. Здесь нет изменений. Мы остановились только в части Дня здорового ребенка. То есть вы не выходите из дома, в том числе не выходите и в поликлинику. Но если есть необходимость вам телефоны своих медсестер, своих участковых педиатров, регистратуру готовы всем передать для связи со своим доктором, особенно когда детки у нас до года. Мы не ограничиваем выход к вам домой, поэтому звоним и приглашаем на дом. Эта функция не отменена. Что касается беременных, здесь максимально мы тоже перевели на дистант. Почему? Не потому, что мы вас не готовы принять, а потому, что минимизировать ваш риск выхода из дома. Поэтому уже те беременные женщины, которые стоят на учете, у вас уже должны быть на руках телефон своих акушерок и врачей акушерок-гинекологов. У кого до сих пор нет, звоним телефон женской конституции 260082 и получаем телефон своей акушерки. Если что-то не получается, не получаете вы ответ на вопрос при устном консультировании, значит, это вызов бригады скорой помощи и доставка в приемный покой или гинекологического стационара, или стационара центральной районной больницы, или стационара медсанчасти, если есть проблемы по экс-нэ и неотложной помощи. То есть, еще раз напоминаю, мы закрыты не для того, чтобы вам не помогать, а для того, чтобы минимизировать ваш выход на улицу и хождение по улице и контакт с другими жителями только в этой части. Городская стоматологическая поликлиника работает точно так же по неотложной, то есть, не работает протезирование, не работает профилактический осмотр, чистка, санация ротовой полости, зубная боль, безусловно, это неотложная экстренная помощь, работает в полном объеме. Верселана, принято, спасибо. Я вижу вопросы по троллейбусам молочной кухни, я записал их себе, разберемся обязательно и завтра я на прямом эфире скажу, какие решения приняты по решению этой проблемы, мы промониторим ситуацию. Значит, уважаемые жители, также информация, онкодиспансер сейчас перестал пока работать в существующем здании, однако, на базе третьей поликлиники врачи онкодиспансера ведут по-прежнему прием и осуществляет сеансы химиотерапии. телефон 32-33-75 это все вопросы по химиотерапии. Люди пишут, мне надо в Казань поехать, мне надо пройти химию и так далее, соответственно, пожалуйста, обращайтесь в третью поликлинику либо по телефону 32-33-75. Также, уважаемые жители, я вижу много вопросов о том, как вообще, еще раз, доехать, проехать, пройти, как стать волонтером. Волонтером может становиться любой гражданин практически, да, ну, главное, чтобы у него не было ограничений каких-либо, то есть, он там не был, не знаю, в розыске, не являлся наркоманом и так далее, и так далее, или не обладал какими-то опасными хроническими заболеваниями. Любой волонтер, человек, который хочет стать волонтером, обращается в наш штаб 26-0-1-0-1, телефон Доброго Альметьевска, либо заходит на сайт альметьстопкоронавирус.рф и там оставляет заявку. Сейчас все волонтеры практически, которые заявлялись, сегодня у нас уже привлечены, и мы их силами делаем огромную, очень большую работу. На самом деле, тем еще раз очень много, вопросов тоже много. Вчера мы проводили прямую связь, подключала на прямой эфир, начальник управления образования. Тема дистанционного обучения стартовала. Я вижу, что это сегодня вас очень сильно волнует. Вчера мы проговорили то, как стартовало, и договорились о том, как мы будем это направление развивать в районе. И мы договоримся о том, что на днях мы еще раз на эту тему проведем прямой эфир. Понимая, как сейчас изменяется ситуация, изменяется она каждый день, мы поговорим об актуальных темах. Уважаемые Вера Славна, уважаемые жители, я понимаю, что вопросов к здравоохранению бесконечное количество, тем не менее, наша медицина сегодня работает в очень непростых условиях, действительно, на них огромная нагрузка. Врачи скорой помощи, кстати, про которых вы спрашиваете, они тоже сегодня обеспечены необходимыми средствами защиты, предоставлены нашими нефтяниками. Огромное спасибо отдельно компании «Татнефть». И сегодня все мы в ожидании. Вера Славна, маленький еще вопрос. Люди спрашивают, а если вдруг все-таки, не дай бог, ребенок вынужден, мы будем отправить в Лениногорск, он туда один поедет или с родителями, как это предусматривается? Значит, вот вчера я была в этом госпитале, мы понимаем, что ковид-инфицированный ребенок не может быть госпитализированным, с мамой, у которой нет ковид-инфекции. Это четко надо понимать. Поэтому ребенок будет госпитализирован в госпиталь один, без мамы. Но администрация Лениногорского района рядом предусматривает гостиницу, в которой будут размещаться соответственно родители, если у них будет такое желание. Это без зоны, без какой-либо оплаты для того, чтобы следить и получать информацию о состоянии ребенка. Более того, вчера прорабатывали вопрос не с чести виде наблюдения, а установки камеры. Если мама будет изделять желание, что покажите мне моего ребенка, такая возможность будет. Для того, чтобы у нас не было закрыто и не было этого меня обманываете. Это очень важно, Версона? Да, с инспектором, с уполномоченным мы в Нагорском районе проработаем, потому что понимаем, что дети возрастов могут быть разные. Если у нас сейчас детки при обычной болезни господизируются с мамой до шести лет, то там это просто невозможно будет сделать. Спасибо. Приемы. Люди спрашивают, как попасть на прием ко мне, к другим. Сейчас приемы мы ведем, мы ведем их в онлайне, личный прием у нас переведен в онлайн режим. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, пишите в директ, но быстро мы не сможем отреагировать, потому что вопросов много, либо звоните в администрацию, в отдел приема граждан, оставляйте заявку, мы с вами организуем прямой эфир через разные средства связи, Zoom, WhatsApp или что угодно другое, проведем с вами видеоприем в обязательном порядке. Значит, я благодарю, Вера Славовна, вас за вот этот вот, да, пожалуйста, коротко только, Вера Славовна. Да, пожалуйста, следим за температурой тела. Температура тела выше 38,5 градусов, обязательное условие для обращения за медицинской помощью. Пожалуйста, то есть то, что раньше у вас было 40, и вы с ней справлялись самостоятельно, это осталось вчера. Сегодня это очень важно. Температура выше 38,5 градусов, обращение за медицинской помощью. Звонок в регистратуру, вызов на дом или вызов бригады скорой помощи. Понятно. Еще раз, дорогие жители, я обращаюсь ко всем. Вам, пожалуйста, самоизоляция, это необходимая мера для нашей с вами безопасности. Ситуация продолжает оставаться непростой. За прошлые сутки, я повторю, в России у нас зарегистрировано новых случаев 1175, и почти половина это Москва и Московская область. Отдельное обращение к людям, которые последние две недели приехали из Москвы, из Московской области. Уважаемые жители, пожалуйста, оставайтесь дома, пожалуйста, оставайтесь в режиме самоизоляции. Это очень важно для обеспечения безопасности себя и окружающих. Используйте защитные средства. Вот сейчас нас спрашивают в эфире, почему мы без масок, потому что у меня до ближайших людей сейчас в данный момент более 2-3 метров. Это безопасная дистанция, я нахожусь на своем рабочем месте. Однако, если вы вступаете в более близкий контакт, ближе 2 метров, полутора, использовать маски обязательно. Используйте защитные перчатки, когда вы находитесь вне своего дома, вне тех мест, где вы постоянно находитесь. Это очень важно, эти вещи помогут сохранить нам с вами жизнь и самое главное, не дадут распространиться этой страшной угрозе. Вы видите, что медики сегодня на расхват, им непросто. И Владимир Владимирович только что принял очень важное решение о поддержке финансовой, в том числе медицинских работников и врачей. Это очень здорово, нам всем сегодня сообща, нужно помогать действительно нашим медицинским работникам, врачам, поддерживать их. Это активно делает сегодня компания Татнефть, другие компании тоже включились в эту работу. Веруславовна, вам лично, вашим всем коллегам, персоналу большое спасибо за то, что вы делаете сейчас, самое главное, успехов и дай бог, чтобы мы с вами без потерь прошли этот непростой период, к которому мы готовы, но надеемся, что все-таки все наши наработки не придется использовать. Уважаемые жители, спасибо большое, уважаемые альмитцы, за эфир. Я отключаюсь, встретимся завтра и поговорим на другие актуальные темы. Спасибо. Спасибо.